Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат С вами на связи мастер Фида Максима Мариев И сегодня мы посмотрим как Леон Аронян Играл с больным Магнусом Карлсоном В финальном туре Лондон Чест Классик 2017 Возможно некоторые фанаты Магнуса Уже запаниковали, но все хорошо друзья У Магнуса всего лишь была простуда Ну согласитесь с температурой, простуженным, с соплями Ты будешь играть гораздо хуже чем в оптимальном состоянии Давайте же посмотрим как болезнь повлияла на игру Магнуса И сказалась ли она на конечном результате До этого Леон не мог выиграть ни одной партии И разумеется он хотел хотя бы выиграть одну подряд И вдвойне приятно обыграть чемпиона мира Тем более что счет личных встреч не в пользу Леона Ему хотелось немножечко улучшить свою статистику И давайте посмотрим, удалось ему это сделать или нет Магнус опять заиграл в творческие шахматы На этом турнире все дебюты у него какие-то нестандартные Вот ферзь выходит на Б6 уже на четвертом ходу Слон выходит на Ц5 Нападая на коня Разумеется коня убирать нельзя из-за слон бьет Ф2 Поэтому Леон коня защищает Играет Е3, Д5 И ферзь Ж4 Ферзи у нас очень рано вышли в игру в этой партии Просто напали на пешку Ж7 И здесь Магнус сыграл уже чересчур нагло, я бы сказал Слон Ф8 Просто отвел слона назад, чтобы защитить пешку Можно было сыграть король Ф8, таким образом ее защитить Или даже Ж6 Ход слона Ф8 это потеря темпа Все-таки в дебюте надо развивать фигуры, а не ходить зад-вперед Поэтому здесь Леон уже получает позицию поприятнее У него перевес в развитии, но у Магнуса сильный пешечный центр Происходит размен ферзей Немножко подпортили структуру, но зато у черных скрылась линия А Конь Б3, конь С6 Слон Д2 Происходит развитие Магнус укрепляет пешку на Д5 На нее белые напали А4 Фиксация этих слабых пешек Плюс хотим поставить коня на поле Б5 2-0 Конь Б5 И вот Магнус решил этого коня уничтожить Потому что он чересчур нагло сюда залез Но стоило усмирить свой пыл и сыграть слон Б8 Вот так скромненько Временно отступаем Отражаем все угрозы Здесь, конечно, у белых поприятнее, но позиция у черных крепкая После слон Б5 позиция черных начинает постепенно трещать по швам Здесь уже становится очевидным то, что Магнус приболел Играет как-то непривычно для себя Но вот уже к 15-му ходу, можно сказать, получил сомнительную позицию Меняет пешку Аш Но особо это ему ничего не дает Приходится играть Е4 Уже ослабляется поле Д4 Хотя был, конечно, ход Конь Ж6 Но там тоже были свои минусы После Е4 Львон играет дерзко Конь Ж5 Видно то, что он хочет победить Конь Ж6 Ладья А7 Фигуры белых проникают со всех сторон Ладья Б8 Слон Д4 Уже пешка на Б6 висит Здесь Львон меняет слонов и выправляет пешечную структуру черных Кажется, что это совершенно невыгодно для белых Но он имеет конкретику здесь С4 Просто хочет разорвать весь пешечный центр черных Конь Е7 ЦД Конь С8 Матус не хочет уже эту пешку отыгрывать Ну, потому что если Конь бьет Д5 сыграть То мы можем уже съесть пешку на Е4 Она теряется Поэтому он решил сыграть Конь С8 На Ладья А4 Конь Б6 Сгоняет Ладью отсюда Конь С4 Просто прыг скоки коня начались И в итоге Конь пришел на поле Д6 Такую вертушку сделал Конь Б6 С4 И вернулся на Д6 В то же время он отдает уже вторую пешку Сейчас у белых просто две лишние пешки И, разумеется, очень хорошая позиция В этот момент уже все думали, что Магнус вскоре падет Но он продолжил сопротивление Ладья Е8 Ладья С7 Напали на пешку Ф7 Тут уже есть угрозы Например, стукнуть И сыграть слон Е6 Скажем, если черные играют Ладья Е5 То можем вот так стукнуть Играем слон Е6 И здесь позиция просто проигранная у черных уже Мы еще пешку на Б7 съедим Слишком много пешек у белых осталось Черные, конечно, могут отдать Ладью за слона Но пешек многовато Можем и на Б7 съесть Можем сразу пешку Е двинуть вперед В общем, позиция была бы проигранная Поэтому Магнус играет Король Ф8 Чтобы после всех этих вариантов Слон Е6 уже было без связки Король у нас уже ушел с поля Ж8 и связки не будет И здесь Ливон расслабился У него было много времени Но он не стал его использовать И буквально за полторы минуты Сделал ход Б6 Ход логичный Фиксируем пешку Б7 И в будущем просто планируем ее съесть Ну а пешка Б уже приближается К полю превращения в ферзи Но Ливон кое-что подзевнул Сейчас вам, дорогой друг, нужно поставить видео на паузу И найти сильнейшее решение за Магнуса Карлсона Которое Севнул Ливона Ронян Я надеюсь, что вы смогли сыграть как чемпион мира Пусть даже заболевший чемпион мира А именно Владя Е5 Смысл хода в том, что Мы нападаем на коня Отступать-то некуда Поэтому здесь Или Ф4 надо играть Здесь мы можем съесть Еф Съесть пешку на Е3 И здесь просто черные уже перехватывают Потому что мы можем, например Здесь сыграть Лдя Б3 Висит пешка на Б2 Висит пешка на Б6 Все висит В общем Это тоже было неприятно для белых Тем более, что Ливон был уже настроен на победу И здесь он жертвует фигуру Играет конь Е6 шаг Очень боево Он хочет просто размозжить Магнуса Карлсона по доске Потому что Ну Магнус совсем уже оборзел Какие-то левые дебюты играет Отдает две пешки И даже будучи больным Умудряется поставить проблемы Конь Е8 Выживает ладью с поля С7 Ладья Д7 Ладья А5 И здесь у нас критический момент в партии Для Ливона Зевок коня был словно ушат холодной воды Он этого совершенно не ожидал И до сих пор не может прийти в себя Здесь ему нужно было просто Отдать ладью за двух коней Это выгодный размен Сыграть ладья бьет Д6 Съесть И здесь сыграть Е7 И просто делать ничью Здесь находится ход слон С8 Мы уничтожаем последние пешки На ферзевом фланге Сведаем на Е4 Но это позиция ничейная Потому что у черных осталась всего одна пешка Позиция абсолютно равная Ну а стапа, что называется, понесло Он сыграл Б4 Этот ход уже никуда не годится Последовал ладья Д5 Теперь уже нету взятия на Д6 Ладья А1 Леон хочет вторгнуться на восьмой ряд И просто поставить какой-то линейный мат Но это блеф Ладья Б5 Магнус начинает охоту за пешками Забирает одну Защитил коня Забирает вторую пешку Просто начинает все есть В итоге у белых всего лишь пешка за коня Но этого очень мало Здесь уже позиция тяжелая у белых Но Леон продолжает сопротивление Он нашел интересный план Как поставить мат черному королю Ладья А1 Ладья идет на H1 И просто хочет поставить мат на поле H8 Ладья Б5 Это защита Дело в том, что если ладья H1 сыграть здесь То можно просто сыграть король G8 И теперь нету хода слон H5 у белых У них была такая идея Слон H5, слон F7 Но вот теперь у черных здесь две ладьи На поле H5 стреляют Поэтому хода слона H5 нету Собственно в этом был смысл хода ладья B5 Поэтому Леон решает напасть на ладью Но последовало ладья B2 Магнус меняет пластинку И теперь привязывается к пешке на поле F2 Здесь Леон понимает, что защищать эту пешку уже бесполезно Потому что если играть ладья F1 То последует конь F6 вилка На ладью и слона Поэтому он понимает, что надо подключить всех к атаке И здесь у нас просто случился выход воротаря на последней минуте матча Король H3 Король подключается к атаке Ладья F2 Король H4 Ладья H2 шаг И выясняется, что нету хода король G5 Потому что здесь просто матуют короля Можем сыграть ладья B5 Ну и ладья H6 мат, например То есть горячиться-то не нужно Поэтому слон H3 следует G5 Магнус отвлекает короля от защиты слона И Леон Проникает королем на поле G6 Кажется, что это уже конец У белых не хватает двух коней Но хитрый Леон продолжает ставить ловушки Играет Е7 И ладья бьет D6 Выясняется, что если ладью забирать То следует вот такой мат Ладья А8 И на коне Е8 ладья бьет Е8 Красотища Но Магнус, даже будучи больным Разумеется, такой сделнуть не мог И сыграл ладья H7 И после этого хода Леон понял Что сопротивление бесполезно И признал свое поражение Но все дело в том, что белые сейчас просто получат мат Или им придется отдать ладью Ну, например, что делать? Скажем, играем ладья А8 Подвязываем коня, если То играем ладья G7 шаг И король F7 Чтобы коник не зависал Висит ладья у белых Если ладью убрать куда-то То просто ставим вот такой мат Конь F6 И ладья G6 В итоге Магнус у нас поделил Третье и пятое место И по итогам всего грандчестура Магнус у нас первый Поздравляем чемпиона Вполне заслуженная победа Ну, а в турнире Лондон Чесс Классик Интрига продолжилась Потому что Ян Непомнящий в последней партии Быстро сыграл ничью А Фабиано Каруана Смог его догнать Просто по заказу выиграл у Майкла Адамса Хотя позиция была равная И в итоге У нас состоялся кровопролитый тайбрейк Между Фабиано Каруаной И Яном Непомнящим Ну, а как этот тайбрейк закончился Я вам рекомендую посмотреть запись прямой трансляции Потому что это было действительно очень зрелищно и интересно А я вас благодарю за внимание, друзья Ставьте лайк, если вам понравилась эта партия Понравилась, как ли он творчески пытался победить любой ценой Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых интересных роликов И прямых трансляций В частности, блиц матча Сергея Карякина против Хикару Накамуру Который пройдет 16 декабря в 20.00 по Москве Ну и кроме этого Рекомендую скачать книгу 21 критическая ошибка новичка в шахматах С помощью этой книги Вы сможете значительно ускорить свой шахматный рост Поскольку в нее вошли советы всех чемпионов мира В том числе и Мануса Карлса А я вас еще раз благодарю за внимание И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok